Всем привет! Репутация компании Nokia на рынке смартфонов в последнее время подвергалась сильному давлению со стороны конкурентов, таких как Apple, Google, HTC и другие. В высоком ценовом сегменте финам так и не удалось захватить умы и кошельки покупателей, так что выпуская в мир свое новое детище, модель N8, компания безусловно надеется изменить ситуацию к лучшему. Удастся ли? В сегодняшнем обзоре я постараюсь ответить на этот вопрос. Кстати, имей в виду, что в нашем магазине video-shopper.ru вместе с этим телефоном ты можешь получить большой набор разных полезных бонусов и подарков, в том числе флешку от 4 до 16 гигабайт, большой набор игр и программ, вторую навигационную карту и многое другое. Подробнее об этих акциях читай и смотри на нашем сайте или звони по телефону, который видишь на экране. Итак, для начала посмотрим, что производитель положил нам в комплект. Помимо самого телефона в миниатюрной коробке N8 находим сетевое зарядное устройство, USB кабель, наушники, защитный силиконовый чехол, а также два переходника для подключения кабеля HDMI и USB флешки. Защитная пленка уже наклеена на экран смартфона. Само собой, есть и внушительный набор различной макулатуры. Как видишь, комплектация очень неплохая. Обрати внимание на наушники. Они оборудованы пультом управления, с помощью которого можно переключать песни, настраивать громкость, а также отвечать на вызов. Качество наушников отличное. В N8 Nokia отказалась от суперкороткого USB провода, оснастив телефон полноценным длинным кабелем. К работе HDMI и USB переходников я еще вернусь. Пока же посмотрим поближе на наш смартфон. На современном рынке, где преобладают в основном одинаковые мобильники-кирпичики а-ля iPhone, Nokia N8 удается выделиться благодаря необычной форме алюминиевого корпуса. Лично мне он напоминает спортивный автомобиль или какой-то футуристический космический корабль. Телефон выглядит стильно, современно и внушительно, что ли. У него есть свой шарм, он не потерялся среди решений конкурентов. Как я уже сказал, мобильник полностью металлический, сделан из анодированного алюминия. Таким образом, он не только крепкий, но и стойкий к царапинам. Краска с такого корпуса не слезет долгие годы. По сравнению с серией Express Music, N8 отличается намного более качественной сборкой. Правда, и габариты у новинки отнюдь не маленькие. В кармане обтягивающих брюк носить N8 может быть неудобно. Весит телефон 135 грамм. Практически всю переднюю панель занимает 3,5-мм амулет-экран. Его разрешение 640 на 360 пикселей при цветности 16 миллионов цветов. Вокруг дисплея нет бортиков, как это было у многих представителей серии Express Music, благодаря чему управлять сенсором намного удобнее. Кстати, дисплей также защищен от царапин специальным покрытием, так что ты можешь быть спокоен, засовывая новую дорогую игрушку в карман или сумку, где помимо нее лежат далеко не только плюшевые игрушки. Над экраном находим фронтальную камеру, предназначенную для видеозвонка. Рядом с ней можно видеть датчик приближения и освещения. Под дисплеем находится одна единственная кнопка, служащая для вызова меню. На мой взгляд, клавиша расположена неудобно. Если работать с телефоном одной рукой, нажать ее непросто. Приходится показывать чудеса эквилибристики, удерживая телефон едва ли не на кончиках пальцев. А ведь так его можно и уронить. На правой боковой грани находятся кнопки регулировки громкости, активации фотокамеры, а также рычажок блокировки экрана. Последний сделан намного лучше, чем в 58.00. Он небольшой, но зато покрыт насечками, так что найти его вслепую не представляет труда. Однако блокиратор все же немного болтается в корпусе. Если потрясти телефон, слышно, как он мотается туда-сюда. Это недостаток сборки, хотя и мизерный. Обрати внимание, что и кнопки регулирования громкости также оснащены небольшими утолщениями, благодаря чему их будет проще нажимать в кармане, когда ты слушаешь музыку на телефоне. На левой грани находятся два слота, прикрытые заглушками для сим-карты и карты памяти формата microSD. Напомню, что N8 оснащен 16 гигабайтами встроенной памяти. Кстати, в нашем магазине video-shopper.ru ты можешь сам назначить цену на этот телефон. Чтобы узнать подробности, звони нам по телефону, который видишь на своем мониторе. Тут же слева находим и microUSB-разъем, который служит для зарядки и соединения с компьютером. Как видишь, он не защищен заглушкой. На мой взгляд, это немного портит внешний вид телефона. Кстати, заряжать N8 можно не только от microUSB, но и через стандартный 2-миллиметровый Nokia-вский разъем, расположенный снизу. Сверху слева направо находится 3,5-миллиметровый разъем наушников, HDMI-выход, прикрытый заглушкой, а также кнопка включения. После формы корпуса самая заметная отличительная черта N8 – это, конечно же, выступающий блок 12-мегапиксельной камеры на задней панели смартфона. Такое решение выглядит интересно, прибавляя телефону технологичности, что ли, еще сильнее приближая его к фотоаппаратам. Не знаю, могли ли в Nokia сделать блок камеры меньше, но вполне возможно, что такие габариты продиктованы не технической необходимостью, а дизайнерским и маркетинговым решением. Возле камеры, как и положено, расположилась вспышка. Она ксеноновая, так что ее нельзя использовать в качестве фонарика. А жаль. Еще один недостаток состоит в том, что тут же расположен и динамик. Так что, когда телефон лежит особенно на мягких поверхностях, громкость звонка снижается и довольно сильно. Как я уже говорил, качество сборки на высоте. Не в последнюю очередь добиться этого удалось благодаря отказу от сменного аккумулятора. Отсутствие съемной задней крышки автоматически исключает люфт и прочие неприятности. С другой стороны, для того, чтобы заменить батарею, теперь нужно идти в сервис или покупать специальные отвертки. Ну и придется забыть о возможности носить с собой повсюду второй аккумулятор. Впрочем, еще одним достоинством смартфона как раз и является долгая работа от одного заряда батареи. N8 работает на аккумуляторе BL4D емкостью 1200 миллиампер часов. В результате телефон держит до 390 часов в режиме ожидания, до 12 часов в режиме разговора, до 7 при проигрывании видео и порядка 50 музыки. В реальной жизни это выглядит в два дня интенсивного использования телефона. Само собой разумеется, что такие функции, как GPS-навигация, способны существенно сократить это время. Пришло время включить телефон. Как видишь, дисплей у N8 очень качественный. Цвета яркие и сочные. Изображение остается читабельным даже под большим углом. Кстати, телефон оснащен емкостным экраном, так что он отзывается только на прикосновение пальцем и не реагирует на стилус или ногти. Сверху на дисплей нанесен специальный слой, который улучшает читабельность дисплея вне помещений. Nokia N8 – один из первых смартфонов, основанных на операционной системе Symbian. Основное нововведение новой ОС заключается в наличии нескольких рабочих столов с настраиваемыми виджетами. Телефон оснащен процессором ARM11 с частотой 680 МГц и оперативной памятью 256 МБ. Работает мобильник быстро и в большинстве случаев стабильно. Но хотя Symbian 3 исправляет многие слабости более старых версий, она все еще проигрывает операционным системам Google и Apple. И вот почему. Во-первых, для размещения виджетов доступны только три экрана. Сравни это с 16 у iPhone. Во-вторых, сами виджеты могут быть только фиксированного размера и находиться могут только на заранее определенных местах. В-третьих, переключение между рабочими столами пальцем происходит медленно. О кинетической прокрутке тут и речи не идет. Из-за этого удобнее пользоваться сенсорной кнопкой в середине. В этом случае скорость переключения хорошая. В-четвертых, основное меню смартфона практически не претерпело изменений. Функции и приложения все также расположены по папкам и под папкам. Сегодня такой интерфейс выглядит архаично. Он подошел бы кнопочному телефону, а не сенсорному. К тому же, меню не слишком логичное, к нему придется привыкать. Так, например, часы и будильник, а также FM-радио разместили в приложениях, в то время как диспетчер приложений почему-то находится в настройках. Таких несостыковок много. Разумеется, для тех, у кого был смартфон от Nokia, это не станет проблемой. Однако для многих пользователей будет неприятным сюрпризом. Впрочем, ты можешь настроить интерфейс под себя. Делается это довольно просто, хотя, думаю, многие владельцы телефонов, использующих свои смартфоны только для звонков, даже не подозревают об этом. Кстати, несмотря на то, что у N8 нет отдельной кнопки для голосового управления, эта функция имеется. Для ее активации удерживай некоторое время клавишу «вызвать» справа внизу, а затем произнеси команду. Из других моих обзоров телефонов Nokia с голосовым управлением ты, возможно, помнишь, что я отношусь к этой функции скептически. Ну а без отдельной кнопки активации, ее практическая полезность и вовсе стремится к нулю. Как и многие другие последние модели Nokia, N8 оборудован датчиком движения. С его помощью можно менять ориентацию экрана с вертикальной на горизонтальную. Также можно отключить сигнал входящего звонка или будильника. Просто повернув телефон. Из дополнительных функций можно также отметить встроенный аудио и видеоплеер, Wi-Fi и Bluetooth-передатчики, диктофон, FM-радио, полноценную GPS-навигацию, а также встроенный FM-трансмиттер. Последний встречается в телефонах редко. Эта функция служит для передачи звука по радиоканалу на стереосистему автомобиля. Для того, чтобы ее настроить, достаточно установить одинаковую радиочастоту в телефоне и на встроенной в машину магнитоле. Кому это будет полезно? В первую очередь всем, кто планирует пользоваться навигацией, а также тем, у кого встроенная магнитола не поддерживает MP3. К сожалению, качество такой передачи не всегда хорошее, особенно в таких городах, как Москва. Свободных частот в столице немного. Пару слов про Bluetooth. N8 один из первых телефонов, оснащенных передатчиком Bluetooth 3.0. Он не только работает быстрее, но и способен передавать данные на большие расстояния. Как уже говорилось, динамик у телефона только один. Звучит он, однако, громко и красиво. Оцени сам. При этом виброзвонок, на мой взгляд, слабоват. Его можно и не почувствовать, особенно зимой под тонной одежды. Однако из важнейших преимуществ N8 продвинутый видеоплеер, способный воспроизводить видео высокого разрешения из самых разных форматов. Качество проигрывания фильмов ты можешь оценить сам. На мой взгляд, N8 – это один из лучших телефонов для просмотра видеороликов. Пришло время поговорить о камере. Не секрет, что с точки зрения производителя, именно 12-мегапиксельная камера делает N8 особенно интересным для покупателя. Но даже опустив тот факт, что на самом деле не так уж много людей постоянно пользуются фотоаппаратами в своих телефонах, я вынужден констатировать, что ничего невероятного во встроенной в телефон камере не увидел. Да, 12-мегапикселей – это впечатляющая цифра. Однако, качество фотоснимков в большей степени определяется оптикой, а также сложным алгоритмом обработки изображения. И даже несмотря на громкое имя Carl Zeiss, Nokia N8 не смогла поразить меня своей камерой. Фото, сделанные на этот телефон, ты можешь видеть прямо сейчас. Я не могу сказать, что они плохие. Для мобильника очень даже хорошие. Но речи о замене фотоаппарата не идет. К тому же при ухудшении освещения заметно падает и качество фотоснимков. Я уже не говорю об отсутствии оптического зума. Впрочем, для любительской съемки на природе, а также фотографирования, например, документов, N8 вполне подойдет. Не нужно ждать от него чудес. Это обычный современный камерафон. На уровне других моделей с 5-мегапиксельными камерами или чуть выше, но не более того. Зато видео смартфон снимает очень хорошо. Для обзора я снял этот видеоролик. Максимальное разрешение видео 1280 на 720 пикселей до 25 кадров в секунду со стереозвуком. На мой взгляд, качество высокое. На этом первая часть видеообзора о новинке Nokia N8 подходит к концу. Смотри вторую часть фильма, где я подробно расскажу об установленных в телефон программах и приложениях, работе GPS-навигации, использую по назначению встроенный HDMI-выход и USB-хост и многое другое. Для того, чтобы получить подробную консультацию по N8 и подробнее узнать обо всех бонусах и подарках, которые ты получишь вместе с ним, звони по телефону, который видишь на экране или заходи на наш сайт video-shopper.ru. До встречи!